Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я, Евгений Савай, мои коллеги, рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. В Израиле произошла попытка пуча, политического переворота. Это слова премьер-министра страны Бениамина Нетаньягу. Во вторник вечером глава правительства обратился к нации и заявил, что двое министров, которые последние полтора года были его главными коалиционными партнерами, министр финансов Яэр Лапид и министр юстиции Цепи Ливни, пытались за его спиной сформировать альтернативную коалицию и таким образом сменить власть в стране. По словам Нетаньягу, ему ничего не оставалось, как немедленно уволить Лапида и Ливни и пойти на досрочные выборы. Уже на следующий день в среду Кнесет проголосовал за самороспуск и назначил новую дату 17 марта 2015 года. Вот и получается, что в ближайшие три с половиной месяца Израиль будет жить исключительно предстоящими выборами. С одной стороны, все опросы показывают, что большинство израильтян были против такого шага Нетаньягу. С другой стороны, народ здесь очень политизирован, живет новостями, следит за актуальными событиями, любит ходить голосовать. И еще, каждый водитель такси в Израиле точно знает, как правильно управлять государством. В общем, скучно точно не будет. Об этой и других темах недели сегодня в нашей программе. Политика узкопартийных интересов или забота о государстве? Что думают о решении премьера Нетаньягу пойти на досрочные выборы в его собственной партии? Гость программы «Израиль за неделю» — глава Центра Ликуда Дани Данон. Кого из израильских политиков более всего предпочитают русскоязычные израильтяне? У нас в студии депутат Кнессета Леонид Летинецкий. Что такое энергетическая безопасность? Как в Израиле намерены охранять газовые месторождения в открытом море? О масштабной конференции, проходившей на этой неделе в Тель-Авиве, сегодня в нашей программе. Во сколько Израилю обойдутся досрочные выборы, а также минимальная зарплата в стране будет увеличена? Все подробности в экономической рубрике с Александром Авербухом. Что стоит за решением парламента Франции признать палестинское государство? Опасается ли такого шага в Иерусалиме? Не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна. Об уникальном заповеднике на севере Израиля, где можно встретить пернатых со всей Европы и Азии. Итак, главная тема недели – досрочные выборы в Кнессет. 17 марта израильтяне выберут 20-й по счету парламент еврейского государства. В среднем за 67 лет независимости выборы в стране проходили каждые три года. Последнее правительство, третье по счету, Бенямина Нетаньягу продержалось и того меньше всего полтора года. Слишком натянутые были там отношения. Израиль готовится к досрочным выборам в Кнессет. Теперь это уже официально. Разрешить острый коалиционный кризис не помогла даже личная встреча между премьер-министром Бенямином Нетаньягу и министром финансов Яером Лапидом. В понедельник вечером Лапид прибыл к Нетаньягу в попытке спасти коалицию. Однако к тому моменту все уже было решено. Говорили два политика менее получаса. В ход шли ультиматумы и взаимные обвинения. Нетаньягу потребовал от Лапида отказаться от законов, которые, по его мнению, плохие для страны. В свою очередь Лапид обвинил главу правительства в нежелании работать на благо общества. Закончилось все скандалом. А уже во вторник после обеда наступил пик драмы. Нетаньягу уволил из правительства не только Лапида, но и министра юстиции цепи ливни. «Если ситуацию описывать одним словом, то это путь. Господа, так невозможно управлять правительством. Так невозможно руководить страной». Нынешнее правительство третье по счету для Бенямина Нетаньягу не сумело продержаться даже половину своего срока. Сформированное в марте 2013-го оно состояло из правых и крайне правых партий, выступающих против уступок палестинцам, и двух левоцентрических движений под руководством Лапида и Ливни, которые в мирных переговорах с Рамалой занимают более гибкую линию. Как эти партии уживались в одной коалиции, вопрос которым все последние полтора года задавались многие израильские комментаторы. На минувшей неделе стало ясно, что нет на него ответа и у самого премьера. Уже в среду утром депутаты проголосовали за законопроект, предусматривающий распуск Нессета. Пока голосовали в первом чтении. Согласно сообщениям ряда израильских СМИ, окружение премьера не оставляет попыток все еще сформировать альтернативную коалицию без Ливни и Лапида, в которую войдут религиозные партии. Времени у сторонников такого решения от срочки выборов остается совсем немного, до понедельника 8 декабря. Именно в этот день депутаты Нессета должны окончательно утвердить закон о самороспуске. Мой первый гость, глава Центра правящей партии Ликут, до последней операции в секторе газа, замминистра обороны Дани Данон. Добрый вечер, господин Данон. Добрый вечер. Вы считаете, что Нитаньягу правильно сделал, что пошел на досрочные выборы? Не было иного выбора. Что можно поделать с цепей ливни, которая представляет левый лагерь, которая только и думала о том, как развалить правительство, и Ир Лапид, который думает только о себе. Нитаньягу поступил неверно изначально, сформировав коалицию с ливни. Но в нынешней ситуации у него не оставалось иного выхода. Например, мы подали законопроект лишить Ханин Зуаби депутатских полномочий. Ливни этот закон остановило. Во всем, что мы хотели сделать на благо государства, цепи ливни нас тормозило. Вы говорите о Нитаньягу, как будто он не был премьер-министром. Ведь он руководил страной последние пять лет. Это его ответственность? Ответственность премьер-министра, а не коалиционных партнеров? Да, я сам критикую премьер-министра. Именно поэтому я решил выставить свою кандидатуру на выборах внутри Ликуда. Мы должны управлять, вести страну вперед. Если тебе дают ключи от машины, садись и езжай. Что произошло на самом деле с Нитаньягу? Была попытка ублажать левый лагерь за счет интересов правого. Поэтому руль все время дергался, то влево, то вправо. В будущем такого быть не должно. Вы сказали, что вы критикуете премьера. Вы тоже затаили обиду, потому что он вас уволил как ливни и цепи ливня, но вы тем не менее оставитесь в его партии? Я научился тому, что в политике нельзя обижаться. Посмотрите, как свою карьеру закончил министр обороны в Соединенных Штатах. Красивая церемония, много улыбок. Это Америка, но мы в Израиле. Во время операции в секторе Газа я был одним из первых, кто заявил, что нужно как можно скорее уничтожить подземные туннели Хамаса. Я требовал масштабной операции, в то время как Нитаньягу этого не хотел. Когда премьер-министр освободил 78 террористов лишь для того, чтобы цепи ливни могла продолжать вести мирные переговоры, я был первым, кто сказал, что это не соответствует принципам Ликуда. Даня, вы знаете, если бы не предвыборный период, возможно, можно было как-то серьезно анализировать то, что вы говорите. Но получается, что сейчас любое заявление политика это предвыборный слоган, то, что мы называем. Вам не кажется, что выступление Нитаньягу во вторник это выступление лидера, который в панике, который не знает, что делать, который не знает, как управлять своим правительством? Я не буду давать оценки действиям Нитаньягу. Я только знаю, что Ликуд обязан вернуться на свой правильный путь. Последние два года Нитаньягу говорил как правый политик, а действовал как левый. Вы должны говорить как правые и действовать как правые. Не надо этого бояться или стыдиться. Если в Иерусалиме арабы устраивают беспорядки, значит нужно применить силу. Если Хамас поднимает голову, значит нужно ударить по нему еще сильнее. Где это видано, чтобы 51 день Израиль не мог справиться с Хамасом? Это и есть мое видение ситуации. И я считаю, что в Ликуде должны это тоже понимать. Но самое смешное, наверное, или парадоксальное, что то, о чем вы говорите, Нитаниягу представят в качестве предвыборной кампании. Он как раз считает, что он правильно вел себя во время операции в Газе, что он как раз правильно делает во всем, что касается волнений в арабском секторе. А вы говорите обратные вещи, и вы же в его партии. Я верю в то, что идеалы, которые я представляю, и есть настоящий Ликуд. Мне не нужны аплодисменты цепи ливни в адрес Нитаниягу. Я вырос на истинных идеалах основателя партии Ликуд Зеева Жаботинского. Он говорил о пяти элементарных вещах, которые государство обязано предоставить своим гражданам. Жилье, питание, одежду, образование и медицину. Мы должны это дать народу, а не ждать, пока Яир Лапит накормит его своими обещаниями. Хорошо, но Жаботинский не принесет вам 61 мандат, вы не получите большинства. При всем уважении, даже если партия Ликуд будет формировать следующую коалицию, вам нужны коалиционные партнеры. Вы, Даня Данон, член Ликуда, депутат Кнастат партии Ликуд, бывший замминистр. Какой вы видите будущую коалицию в случае, если ее будет формировать опять Бенемин Танягу? Главное не бояться. Нужно сказать, что мы думаем на самом деле, и тогда мы получим 30 мандатов. Иначе, если мы будем изменять своим идеалам, это закончится плохо. Если вновь будет много мелких партий, через два года я вновь приду к вам в студию, и мы будем говорить о досрочных выборах. Нужно вести себя ответственно. Вы не ответили на вопрос. Я ответил на ваш вопрос. Кого вы видите в качестве коалиционных партнеров? 30 мандатов — это не 61? И я верю, что если мы вернемся на правильный путь Ликуда, то мы сможем управлять страной. Но если будем бояться, ничего не выйдет. Евгений, в политике не бывает такого, чтобы вас все любили. Многие не любили Шарона, когда он пошел на эвакуацию из сектора газа. Другие не любят ливни. Но следует понять, как только вы последовательно занимаете свою позицию, вы добиваетесь цели. В этом и заключаются истинные качества лидера, а не в том, чтобы постоянно думать, кто кого больше любит. Даня, еще раз. 30 — это не 61. Лапит или Шас? Если я буду формировать правительство, то я прежде всего обращусь к естественным партнерам Ликуда. Партиям Еврейский дом, Наш дом Израиль, религиозным партиям, и только потом я бы обратился к левым. Да, не забудьте Маше Кахлона. Все будет зависеть от того, сколько мандатов он получит. В последние буквально сутки израильские СМИ публиковали сообщения, согласно которым партия Виктор Либермана и партия Кахлона видят себя в коалиции как раз с теми силами, которых вы упомянули, это и ливни, и лапит, больше, чем они видят себя с Ликудом. Вас это беспокоит, такая ситуация? Я такого от них не слышал. Правда, я слышал это от левых, но это ни о чем не говорит. Вот если такие вещи я услышу от Кахлона и Либермана, это будет причиной для серьезного беспокойства. Пока же все это исходит не от них самих. Я предпочитаю не волноваться. Дани, вы сказали, что на выборах внутри Ликуда, на праймерис, которые состоятся там уже в начале января, вы выставите свою кандидатуру против Бениамин Таньягу. С одной стороны, Бениамин Таньягу, который есть огромный опыт руководства страной, которого знают в мире, который был три раза премьер-министром. С другой стороны, депутат Наста Дани Данон. Вы не боитесь потерпеть фиаско в противостоянии с Бениамином Нитаньягу? Прежде всего, я не боюсь. Не для этого я пошел в политику. Я знаю, в чем заключаются мои принципы, и всецело их придерживаюсь. Во-вторых, я себя доказал в прошлом. Я был избран главой центра партии Ликуд, а это было непросто. Что касается Нитаньягу, 21 год назад его выбрали лидером Ликуда как раз в моем возрасте. Между прочим, его тоже когда-то уволили с поста замминистра, когда главой МИДа был Давид Леви. У меня достаточный политический опыт. Я был членом многих комиссий, заместителем министра обороны. Главное – это идти по пути Ликуда. То есть, получается, правильный путь Ликуда – это что? Это отказаться от диалога с палестинцами, это отказаться от признания палестинского государства, это что? Это продолжать действовать в духе Нитаньягу в отношениях с американцами, а мы знаем, что отношения натянуты. Объясните, что такое настоящий путь Ликуда, если это не путь Бениамина Нитаньягу? Для начала давайте разберемся с проблемами в своем доме. Давайте решим проблемы социального характера, проблемы жилья, и только потом будем решать палестинскую проблему. Сегодня уже все понимают, что по ту сторону переговоров нет настоящего партнера. Неужели поставить бетонные блоки в Иерусалиме – это решение проблемы террора в столице? Нужно вернуть чувство безопасности гражданам. Это чувство, на мой взгляд, было потеряно еще летом. Хорошо, Дань, если Нитаньягу все же побеждает на праймерис в Ликуде, а судя по опросам, у него больше всего шансов, при всем уважении к вам, вы остаетесь в Ликуде, вы будете поддерживать его как лидера партии, то есть вам придется участвовать в предбуверной кампании и агитировать израильтян голосовать за лидера вашей партии. Не будет у вас диссонанса в этом плане? Я останусь в Ликуде. Я поддержу любого, кто победит на выборах в нашей партии. Я был бы рад, если бы такое же обещание дал и Нитаньягу. Но вы не верите в это, что если Нитаньягу проиграет выбор, и он не останется в Ликуде? Это произойдет то, что было в 99-м году, когда он потерпел поражение от Эхуда Барака и ушел, взял перерыв. Я демократ и верю, что и Нитаньягу тоже демократ. Поэтому я гарантирую, что останусь в Ликуде и буду делать все на благо партии. Посмотрите на моих друзей, которые покинули Ликуд. Гидон Сарма, Шакахлон, они выбрали свой путь. Я же решил бороться за Ликуд внутри Ликуда. Все-таки, Даня, нас смотрят не только израильтяне, нас смотрят во всем мире. И наверняка многим непонятна ситуация. С одной стороны, Нитаньягу у власти. Пять лет он занимал пост премьер-министра. И вдруг, потому что не способен справиться с своими коалиционными партнерами, он ведет страну на выборы, которые стоят 2 миллиарда шекеля. Это почти 500 миллионов долларов. Идите, объясните это. Это невозможно понять. Народ не хочет выборов. Я их тоже не хочу. Но это парламентская система. Если нет, коалиции идут на выборы. Но в то же время мы хотим, чтобы была устойчивая возможность управлять страной. Чтобы мы не стали похожи на Италию, где каждые 2 года проходят выборы. Однако, если вы меня спрашиваете, что лучше, коалиция с Лапидом и Ливней или выборы, я предпочитаю второй вариант. Я очень надеюсь, что уже на праздник Песах в апреле у нас с Божьей помощью будет устойчивое правительство. Даня Таноновна, депутат на статпартии Ликуд. Большое спасибо за участие. Спасибо. После небольшого перерыва мы продолжим говорить о выборах. Разберемся, за кого будут голосовать русскоязычные израильтяне, а также экономическая рубрика с Александром Авербухом. Будет интересно.